С Пасхой Христовой вас добрые люди! Эти слова на традиционном епархиальном пасхальном фестивале духовной и народной культуры «Малиновый звон» звучали не единожды. Именно Пасхе было посвящено мероприятие, участниками которого стали воспитанники 15 воскресных школ Балаковской епархии. Светлого Христового воскресения мы прежде всего отмечаем это молитвой, богослужением. Но человеческая наша душа такова, что она огромна. И прославлять Спасителя, прославлять Бога, говорить об этом можно не только словами и молитвами, не только своими делами, но и своими талантами. Уже не первый раз фестиваль проходит в 25-й школе города Балакова. Образовательное учреждение радушно принимает участников, потому что такие мероприятия помогают в воспитании детей. Дело мы делаем одно – это воспитание наших детей. А в воспитании главное что? Главное – душа, духовность каждого человека. И я рада, что каждый из вас, пришедший сегодня сюда, возрождает духовную культуру нашей страны. Возрождает все то лучшее, что было у истоков. И я желаю каждому из вас сегодня проявить свой талант, тронуть струнки души наших зрителей. Более 40 номеров были представлены на суд жюри. Ребята пели песни, читали стихотворения и прозу, играли на музыкальных инструментах, танцевали и показывали театрализованные сценки. Свои таланты участники фестиваля демонстрировали в трех направлениях – Пасха Христова, Родина моя, Моя семья. Номинация, посвященная семейным ценностям и традициям, появилась не случайно. Она приурочена к году семьи, который объявлен в нашей стране президентом. Семья – это поддержка, где ты можешь спокойно быть собой, где тебя всегда поддержат и всегда успокоят. Можешь сказать. А ты можешь сказать, что и твои друзья – это тоже твоя семья? Да. Мои друзья, я своим друзьям доверяю секреты, которые нельзя, ну, не могли бы сказать семье. И для меня это все очень важно. Друзья – это первое, что нужно в детстве. Фестиваль духовной и народной культуры важен не только для участников, но и для педагогов воскресных школ. Блаковская епархия молодая, поэтому на таких мероприятиях наставники знакомятся и обмениваются социальным, творческим и духовным опытом, в результате которого рождаются новые творческие проекты. Это дает возможность поделиться опытом педагогам воскресных школ. Это дает возможность детям узнать, а как в той или иной школе дети занимать, и мы так хотим. То есть это здорово, когда проводится такой фестиваль. Детки, которые у нас в воскресной школе, они еще ходят, посещают и другие школы. Музыкальные школы изобразительного искусства, они там тоже учатся и ходят в воскресную школу. И в воскресной школе у нас есть предметы музыкальные. Поэтому вкупе все вместе получается очень-таки хорошее выступление. Мы являемся участниками «Малинового звона» постоянными. Мы будем сегодня представлены большим количеством номеров. У нас очень талантливые дети. Поэтому вы услышите как песни, стихи, и даже девочки сыграют на пианино. Фестиваль «Малиновый звон» по мнению участников дал им возможность показать свои таланты, рассказать зрителям о культурных и нравственных ценностях. Жюри по итогам мероприятия определило лучшие номера, вручив всем участникам дипломы.